К Дональду Трампу полезли за словом в карман К Дональду Трампу полезли за словом в карман Демократы хотят узнать подробности переговоров президента США с Владимиром Путиным Газета «Коммерсант» номер 4 от 14 января 2019 года, СТР Один Конгресс США проведет слушание о связях Дональда Трампа с Владимиром Путиным В заявлении, размещенном на сайте Комитета Палаты представителей по иностранным делам Говорится о намерении раскрыть тайны отношений двух президентов и выяснить, как повлияли их контакты на национальную безопасность США Первая в этом году массированная атака на Дональда Трампа по российской теме началась с появившихся одновременно в ведущих американских СМИ разоблачительных публикаций По версии Дональд Трамп скрывает подробности своих переговоров с Владимиром Путиным А. The New York Times сообщила, что ФБР вело расследование с целью установить, действует ли президент Трамп в интересах Москвы О решимости оппонентов Дональда Трампа вернуть российскую тему в центр политического противостояния в Вашингтоне заявил в воскресенье новый глава Комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиорт Энгель Каждый раз, когда Трамп встречается с Путиным, в стране ничего не говорят Америка заслуживает правды, и Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен докопаться до сути, сообщил один из ведущих демократов в Нижней Палате Конгресса Мы проведем слушание о тайнах, бурлящих вокруг странных отношений Трампа с Путиным и его ближайшим окружением, и о том, как эти темные отношения влияют на нашу национальную безопасность, пообещал Элиот Энгель Предупреждение одного из ведущих демократов в Палате представителей прозвучало после массированного информационного залпа, который в минувшую пятницу дали по главе Белого дома одновременно сразу три ведущих американских СМИ The Washington Post, The New York Times и CNN Тайные беседы и расследования ФБР Так, газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих сотрудников администрации сообщила о том, что на протяжении последних двух лет Дональд Трамп предпринимает экстраординарные усилия для того, чтобы скрыть содержание своих переговоров с Владимиром Путиным По данным источников газеты, после их первой встречи, которая прошла летом 2017 года на полях саммита G20, в Гамбурге продлилось более двух часов Господин Трамп лично отобрал у своего переводчика записи беседы и запретил ему сообщать какие-либо подробности членам администрации Белого дома Напомним, что темами переговоров двух лидеров в Гамбурге официально были названы конфликты в Сирии и на Украине А также ситуация на корейском полуострове и вопросы кибербезопасности Ссылаясь на сотрудников Белого дома The Washington Post сообщает, что происходившие в течение последних двух лет пять личных встреч президентов Путина и Трампа окружены плотной завесой секретности Подробные отчеты о них в архивах Белого дома и Газдепа отсутствуют Выяснить, о чем же на самом деле говорили два президента, на основании имеющихся документов невозможно Собеседники издания отмечают, что никогда такой секретности внутри администрации США как республиканских, так и демократических не существовало Демократическая партия США правит текст иска к России, в свою очередь, газета The New York Times сообщила о том, что в 2017 году ФБР начала проверку того, мог ли Дональд Трамп тайно работать на Россию против интересов США Позднее эту информацию со ссылкой на свои источники подтвердили телекомпания CNN и газета The Washington Post По их данным, впервые Дональд Трамп привлек внимание спецслужб США еще в июле 2016 года Когда во время выступления перед своими сторонниками в ходе предвыборной гонки публично обратился к российским властям с просьбой взломать компьютерную переписку его демократического оппонента на выборах Хиллари Клинтон Одновременно в ФБР обратили внимание на то, что кандидат Трамп неизменно отказывается критиковать Россию и президента Путина А республиканская партия под влиянием политтехнологов его штаба значительно смягчила критику России применительно к ее действиям по отношению к Украине В середине 2016 года ФБР уже вело расследование в отношении четырех сотрудников предвыборного штаба Трампа, подозревая их в контактах с российскими представителями Через несколько недель после своей инаугурации в январе 2017 года новый президент США во время встречи с директором ФБР Джеймсом Коми потребовал от него принести заверение в личной лояльности Кроме того, президент попросил главу ФБР прекратить расследование в отношении советника по национальной безопасности Майкла Флинна, обвиняемого в сокрытии информации о своих переговорах с тогдашним послом мэры в Вашингтоне Сергеем Кисляком После этого в ФБР разгорелись бурные дискуссии о целесообразности начать расследование в отношении президента Противники столь радикального шага вначале подсчитали, что для открытия дела нужны более серьезные доказательства ФБР атакует, Трамп защищается Ситуация изменилась в начале мая 2017 года, после того, как Дональд Трамп принял решение уволить Джеймса Коми Через несколько дней после увольнения глава Белого дома вопреки уговорам заместитель агент прокурора США Родор Азенстайна Включил в письмо на имя экс-директора спецслужбы, в котором объяснял причины его увольнения Благодарный за то, что Джеймс Коми трижды подтвердил ему, что Дональд Трамп не является фигурантом российского расследования Кроме того, президент дал интервью телекомпании NBC, прямо заявив, что уволил директора ФБР из-за выдуманной российской истории Эту же версию Дональд Трамп повторил, принимая в овальном кабинете главу российского МИДа Сергея Лаврова и посла Сергея Кисляка Я только что уволил директора ФБР Он был сумасшедшим, настоящим придурком, заявил тогда президент США Российское вмешательство в американские выборы подкрепили анализом миллионов постов в соцсетях, как утверждает The Washington Post Сразу же после этого исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб и отдал распоряжение о начале расследования в отношении президента США Решение, по версии газеты, было настолько спонтанным, что о нем не было поставлено в известность руководства Министерства юстиции, курирующего деятельность спецслужбы Одновременно были начаты два расследования криминальные, целью которого было выяснить, может ли увольнение Джеймса Коми считаться воспрепятствованием правосудию, и контрразведывательное Агенты ФБР должны были установить, представляет ли деятельность действующего президента угрозу национальной безопасности и мог ли он вольно или невольно действовать в интересах Москвы Вскоре после назначения спецпрокурора Роберта Мюллера расследование, начатое ФБР, было передано следователям из его команды Как признались авторы публикаций, им так и не удалось установить, продолжаются ли следственные действия в отношении президента США В ФБР и офисе спецпрокурора официально отказались комментировать эту информацию Фигуранта расследования спецпрокурора Роберта Мюллера Сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа, с марта по август 2016 года В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах Дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях Всего 37 оснований Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и партию регионов Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал С октября 2017 года находится под домашним арестом Пол Манафорд, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа, с марта по август 2016 года В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре, несоблюдении американского закона об иностранных агентах Дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках, финансовых преступлениях Всего 37 оснований Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и партию регионов Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал С октября 2017 года находится под домашним арестом Фото Рейтерс, Джошу Робертс, файл фото Рик Гейтс слеш Пи Давнеделовой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорд, и помещен под домашний арест 23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием В обмен следствия сняло с него ряд других обвинений, банковские махинации, уклонение от уплаты налогов Рик Гейтс, давнеделовой партнер Пола Манафорта, сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорд, и помещен под домашний арест 23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний и сговоре против США, согласился на сделку со следствием В обмен следствия сняло с него ряд других обвинений, банковские махинации, уклонение от уплаты налогов Фото А. Алекс Брандон Джордж Пападапулос Советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть грязь на Хилари Клинтон в форме тысячи электронных писем По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа Джордж Пападапулос, советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам Арестован в июле 2017 года, признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами и согласился сотрудничать Согласно документам следствия, он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину, которую считал родственницей президента Владимира Путина Также рассказал австралийскому дипломату, что у русских есть грязь на Хилари Клинтон в форме тысячи электронных писем По данным СМИ, эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа Фото Джордж Пападапулос, Twitter Майкл Флинн слеш Пи, советник президента Трампа по национальной безопасности, январь-февраль 2017 года Покинул пост, когда СМИ улечили его в дезинформации относительно разговоров с послом эры в Вашингтоне Сергеем Кисляком Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрации Барака Обамы В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности, январь-февраль 2017 года Покинул пост, когда СМИ улечили его в дезинформации относительно разговоров с послом эры в Вашингтоне Сергеем Кисляком Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрации Барака Обамы В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием Фото Ройтерс, Майк Сега Алекс Вендерцваун слеш Пи Лондонский адвокат, зять совладельца Альфа групп Германа Хана В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в 20 тысяч долларов Алекс Вендерцваун, лондонский адвокат, зять совладельца Альфа групп Германа Хана В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в 20 тысяч долларов фото А. Сузан Уолш Ричард Пенедаслеш П. Владелец онлайн сервиса Аукшн Ассистанс Продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности Признал вину и согласился сотрудничать со следствием Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательство в американские выборы Ричард Пенедом, владелец онлайн сервиса Аукшн Ассистанс Продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности Признал вину и согласился сотрудничать со следствием Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательство в американские выборы Фото Ричард Пайнедо, LinkedIn Константин Климник слеш П. Бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института Бизнес-партнер Пола Манафорта 8 июня 2018 года Климнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по российскому делу Константин Климник Бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института Бизнес-партнер Пола Манафорта 8 июня 2018 года Климнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по российскому делу Фото Екатерина Климник Одноклассники 13 россиян и 3 российские компании слеш П. В феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин На фото и 12 сотрудников агентства интернет-исследований, финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях Создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги 13 россиян и 3 российские компании в феврале 2018 года обвинены в сговоре против США с целью вмешательства в американские выборы В список обвиняемых вошел бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин На фото и 12 сотрудников агентства интернет-исследований, финансируемого его компаниями Concord Management и Concord Catering По версии команды спецпрокурора Мюллера, сотрудники агентства вели работу в соцсетях Создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги Фото, коммерсант Юрий Мартьянов 12 предполагаемых сотрудников главного управления Генштаба ВС России, ГРУ, Слеш, ПИ В июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии И распространением полученной информации В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров Их должности в конкретных частях российской военной разведки Псевдонимы и другие подробности операции 12 предполагаемых сотрудников главного управления Генштаба ВС России, ГРУ В июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии И распространением полученной информации В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров Их должности в конкретных частях российской военной разведки Псевдонимы и другие подробности операции Фото, РИА Новости, Евгений Бетов Пол Манафорд, сотрудник, руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа С марта по август 2016 года В октябре 2017 и феврале 2018 года обвинен в преступном сговоре Несоблюдении американского закона об иностранных агентах Дача ложных показаний Сокрытие информации о счетах в иностранных банках Финансовых преступлениях Всего 37 оснований Все обвинения связаны с его работой в качестве политтехнолога На экс-президента Украины Виктора Януковича и партию регионов Свою вину ни по одному из пунктов обвинения не признал С октября 2017 года находится под домашним арестом Фото Рик Гейтс, давний деловой партнер Пола Манафорта Сотрудник предвыборного штаба президента Трампа в 2016 году Был обвинен в тех же преступлениях, что и Пол Манафорд И помещен под домашний арест 23 февраля 2018 года признал свою вину в даче ложных показаний И сговоре против США Согласился на сделку со следствием В обмен следствия сняло с него ряд других обвинений Банковские махинации Уклонение от уплаты налогов Фото Ап Джордж Пападапулос Советник избирательной кампании Дональда Трампа по внешнеполитическим вопросам Арестован в июле 2017 года Признал свою вину в даче ложных показаний ФБР о контактах с россиянами И согласился сотрудничать Согласно документам следствия Он пытался организовать встречу с российскими властями через неназванного лондонского профессора и женщину Которую считал родственницей президента Владимира Путина Также рассказал австралийскому дипломату Что у русских есть грязь на Хилари Клинтон в форме тысячи электронных писем По данным СМИ Эти данные послужили поводом для начала расследования против Дональда Трампа Фото Джордж Пападапулос Твиттер Майкл Флинн, советник президента Трампа по национальной безопасности Январь-февраль 2017 года Покинул пост, когда СМИ уличили его в дезинформации Относительно разговоров с послом эры в Вашингтоне Сергеем Кисляком Как выяснилось, в декабре 2016 года, еще до вступления Дональда Трампа в должность, советник через российского посла просил Кремль не принимать ответных мер против санкций, введенных напоследок администрации Барака Обамы В декабре 2017 года после официального обвинения в даче ложных показаний признал вину и пошел на сделку со следствием Фото Ройтерс Алекс Ван Дерцваун, лондонский адвокат, зять совладельца Альфа-групп Германа Хана В феврале 2018 года признал себя виновным в даче ложных показаний комиссии Мюллера о своих связях с Риком Гейтсом, а также удалении электронной переписки, которая интересовала следствие Обвинение связано с его работой на Министерство юстиции Украины во времена президентства Януковича В апреле 2018 года приговорен к 30 суткам тюремного заключения и штрафу в 20 тысяч долларов фото Ричард Пенедо, владелец онлайн-сервиса Auction Assistance Продающего номера банковских счетов, зарегистрированных с помощью кражи личности Признал вину и согласился сотрудничать со следствием Как выяснилось, среди его клиентов оказались россияне, обвиненные во вмешательство в американские выборы Фото Ричард Пенедо, LinkedIn Константин Климник, бывший заместитель директора российского филиала Международного республиканского института Бизнес-партнер Пола Манафорта 8 июня 2018 года Келимнику было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию и сговоре Спецпрокурор Мюллер утверждает, что совместно с Манафортом он пытался оказать влияние на свидетелей по российскому делу фото Екатерина Келимник Одноклассники Создавая фальшивые аккаунты граждан США, покупая политическую рекламу, организуя митинги Фото Коммерсант 12 предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба ВС России, ГРУ, в июле 2018 года обвинены в сговоре с целью вмешательства в выборы По версии следствия, они стояли за кибератаками на ресурсы Демократической партии и распространением полученной информации В обвинении фигурируют имена предполагаемых хакеров, их должности в конкретных частях российской военной разведки, псевдонимы и другие подробности операции Фото, РИА новостью смотреть минус Сам президент Трамп в серии раздраженных сообщений назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми гнилым копом, которого все хотели уволить, но который удерживался на своем посту благодаря своему лучшему другу, спецпрокурору, Бабу Мюллеру Он также заявил, что лучшим доказательством отсутствия каких-либо связей с Москвой может считаться его политика в отношении России «Я был намного более жестким по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон», написал глава Белого дома в своем твиттере «Может быть, более жестким, чем любой другой президент» Ответ ведущим СМИ Первый комментарий сенсационного сообщения о том, что президент США стал фигурантом расследования ФБР Появился в твиттере Дональда Трампа в минувшую субботу утром Вау, только что узнал из загибающейся The New York Times Что коррумпированные бывшие руководители ФБР, которые почти все были уволены или были вынуждены уйти по очень плохим причинам Открыли в отношении меня расследование Без причин и доказательств, после того, как я уволил живого Джеймса Коми, полного проходимца Написал президент США Уже вечером в тот же день в интервью телекомпании Fox News В ответ на вопрос, работал ли он когда-нибудь на Россию Президент США заметил, что это самый обидный вопрос, который когда-либо ему задавали Почему США вошли в первый за четыре с половиной года шаддаун В защиту своего шефа выступил эго-секретарь США Майк Помпио Сама содержащаяся в статье Мысли о том, что президент Трамп представлял угрозу для национальной безопасности США, явно глупая и недостойна ответа Заявил господин Помпио в субботу в интервью телеканалу CBS Впрочем, несмотря на попытки спустить новый скандал на тормозах Еще одна атака на главу Белого дома Предпринятая на фоне зашедших в тупик переговоров с демократами по шаддауну Приостановка работы правительства в связи с неутвержденным бюджетом Свидетельствует о резко усиливающемся после Нового года политическом противостоянии в США Переход палаты представителей Конгресса под контроль демократов Происшедший в ноябре прошлого года Открывает новые возможности и для генеральной атаки на президента Трампа В которой российская тема станет одной из ключевых Кирилл Белянинов, Вашингтон, Сергей Стракань